Историческая реконструкция – это движение, которое дает возможность взглянуть на события прошлого, посмотреть на жизнь людей той или иной эпохи, их одежду, их быт, прожить вместе с ними каждый момент истории. Ведь реконструкция – это своего рода машина времени. Когда чувствуешь на себе амуницию, снаряжение, тяжесть оружия, и тогда больше становится понятна история, больше понятны мемуары, военные документы, карты, которые смотришь. Когда испытал это на себе, чуть-чуть становится понятнее, кто когда отступал, почему не мог удержаться, почему шел вперед. И, в принципе, это, наверное, дань перед нашими предками, перед нашими дедами, прадедами, когда пытаешься испытать на себе то, что пережили они. Для зрителей в музее на Щелковском хуторе подготовили интерактивные площадки, где каждый может познакомиться с бытом и советских, и немецких солдат времен начала войны, их формы и вооружения. Все представленное оружие и формы настоящие, они найдены на полях сражений и восстановлены. Это пулемет ставили на колокольнику, на верхние этажи зданий, и он уничтожал все перед собой. Более того, у него есть такая штучка, которая позволяла делать очередь так, чуть-чуть поднять, опустить, и дегзагом всю площадь перед собой изничтожить. Для СС что характерно? Черные, значит, петлицы, черные погоны, вот это, нарукавные ленты, также, да, вот нагрудный орел, видите, в армии он располагался на груди, у СС нарукаве. Сейчас памятная дата начала Великой Отечественной в России отмечается двумя подобными фестивалями, в Бресте и в Нижнем Новгороде. На территории музея-заповедника Щелковского хутора реконструкторы воссоздают трагический для нашей страны момент – событие первых дней той войны. Это нам интересно, вот это, копаться в истории, заниматься военной историей, заниматься, вот, узнавать, что такое, вот, какая была форма, какое снаряжение, какое вооружение и так далее. Ну и, естественно, не забывать, конечно, память, вот, то есть у многих, вот, деды, прадеды воевали, у меня у самого деда вот погиб. Зрителям показывают захватывающее батальное представление спиротехникой. Наблюдать за происходящим интереснее всех, конечно, детям. Понравилось. Рвануло прям как по-настоящему. Понравилось, когда они держали оборону деревни и смогли удержать, но встанут погибли в бою. Мы реконструкторы. Наша задача максимально приближенно восстановить эпоху того времени. Естественно, мы друзья в обычной жизни. Это только на реконструкции, как бы, противоборствующие стороны, а так друзья. И жмем руки в любом случае после того, как все кончится. После военных баталий советские и немецкие солдаты садятся за общий стол с фразой «Война войной, а обед по расписанию». Нашу супу жидкие, горяченькие. Артем Катков, Максим Веселов. Объективно. ННТВ.